Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о соборном послании святого апостола Иакова. И мы с вами читаем пятую главу. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежда ваша изъедена молью, золото ваше из серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Апостол вступает с риским предостережением против неких богатых людей, и он смотрит на них как бы из будущего. Не очень далекого, но из будущего. Вот сейчас у богатых все в порядке, они роскошествуют и наслаждаются, они имеют власть, они имеют богатство, никто им не господин, но апостол говорит, что все это богатство не только сгниет, но можно считать уже сгнило. Это вот настолько несомненно, что можно сказать, что оно уже сгнило. Серебро изоржавело, ржавчина будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Идет ли речь о людях, виновны ли они просто в том, что они богаты? Нет. Мы находим в Священном Писании примеры христиан, которые, очевидно, являются богатыми людьми. Там кварт, казнохранитель, например, городской. Очевидно, богатый человек, достаточно высокое место в социальной иерархии занимающий. И мы знаем, что Евангелие предназначено для всех людей абсолютной, богатых и бедных. А вот в упрек именно этим богатым, которым обличает апостол, им ставится то, что они удержали плату у работников, пожавших поля ваши. В Ветхом Завете уже есть предостережение против такого греха, когда богатый человек не платит зарплату, которую он обещал работникам. И специально оговаривается, что бедный человек, вот паденщик, который пришел зарабатывать деньги там для своей семьи, и который отработал свой день, если его лишить платы, положенной ему, это тяжелый грех перед богом. Это то, что вызывает воплик к небесам, что вот этот человек, который обижен, который притеснен, он вопьет к богу, и бог его непременно услышит, и бог непременно воздаст за такой грех. Потому что речь здесь идет не просто о финансовой нечестности, речь идет о чем-то худшем, речь идет о притеснении бедных. Библия постоянно подчеркивает, что бог солидарен с бедными, бог солидарен с теми, кто не может о себе позаботиться, кто не обладает достаточным могуществом и силой и властью, чтобы отстоять свои интересы. С теми, кто часто становится жертвой несправедливости и притеснений. И вот здесь речь идет о людях, которые находятся в самом низком социальном положении. Потому что крестьянин, он пашет свою землю, у него есть земля. Он человек небогатый, он живет тяжелым трудом, но у него что-то есть. Он свою землю обрабатывает. Ремесленник, у него есть инструменты. Он в древнем мире стоял ниже крестьянина, но все же у него есть какое-то социальное положение, у него есть заказы, у него есть инструменты, он работает. А работник наемный, это человек, которому не повезло в этой жизни определенно, это человек, который вынужден наниматься на паденную работу. И это работа, которая тяжелая, он получает в конце, Библия требует в тот же день платить. Он получает в конце этого дня свою плату, он живет этот день, и он не знает, как там следующий день, его наймут на работу или нет. То, что наемные работники тогда вот такие паденщики находились в очень тяжелом положении, об этом еще напоминает притча Господа о работниках в винограднике, где приходит работодатель и нанимает людей, которые должны работать в винограднике. И какие-то бедные несчастные люди, они бы и готовы работать, они бы и хотели наняться, но никто их не нанял, они стоят там без дела и, соответственно, без куска хлеба. И вот эти люди не имеют возможности защитить свои интересы. У них нет богатых покровителей, у них нет профсоюза, у них нет никого, кто бы за них заступился. И поэтому, если работодатель просто их обманет и просто им не заплатит зарплату, которую обещал, ему это сойдет с рук. Это пример несправедливости, которая в социальном плане, в общественном плане сойдет с рук. Ничего не будет тому, кто поступил так несправедливо. Абсолютно. Никакой суд его не осудит, ничего с него не взыщут, и он это знает. И он может поступить так несправедливо, безо всякого колебания. Он думает, что он в полной безопасности. И апостол ему говорит, нет, ты не в полной безопасности, поскольку Бог это видит, и Бог вступится за человека, которого ты несправедливо обидел. Я помню, как-то я видел съемку, где-то в Москве на окраине стоит толпа людей, откуда-то они приехали из Средней Азии. Видно, что это люди бедные, и это люди, которые стоят в точности, как в притче о винограднике, они ждут, что их кто-то наймет на работу. И это пример людей, которые находятся в наше время уже в самой низкой социальной позиции. Я знаю, что эти люди часто подвергаются вот такой именно несправедливости, когда их нанимают на работу и не платят, потому что у них никаких прав, у них ничего нет, за них никто не заступится, и с ними можно так поступить, и ничего за это не будет. И вот апостол говорит, будет. Апостол говорит, что Бог всегда видит, если ты поступаешь несправедливо. Даже если тебе кажется, что ты в полной безопасности от закона, от суда, никто тебе не отомстит, абсолютно нищие, бесправные люди, которые ничем тебе не угрожают, именно поэтому за них вступится Бог. Именно потому, что это люди, за которых больше некому вступиться. И апостол подчеркивает, что богатство, приобретенное вот таким несправедливым образом, оно не принесет пользы. Говорится о том, что плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, выпьет его плежнецов, дошли до слуха Господа Свауфа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, а он не противился вам. Говорит о том, что вот эти богатые, властные, несправедливые люди осудили и убили Иисуса Христа. Возможно, не эти конкретно богачи, которых он обличает, но, скажем так, люди того же типа, люди с тем же отношением к жизни. Апостол продолжает. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Апостол призывает к долготерпению, и это постоянно возникающая тема в Писании. Верующий человек должен быть долготерпелив. Что такое долготерпение? Есть известная монашеская шутка, что начинается, когда у монаха кончается терпение. Начинается долготерпение. Долготерпение — это способность ожидать того, что нам обещано, долгое время. Оно нам понадобится. Ну, как человек, который посеял, засеял свое поле, он положил в это поле, соответственно, зерна. Он их не употребил на что-то другое. Он мог бы их съесть, он мог бы их просто оставить там в закромах, но он их положил в землю. И кажется, что они пропали. Но он верит, что ни через день, ни через два, ни через неделю эти зерна прорастут, и через несколько месяцев он соберет урожай. Но это поведение, которое требует веры. Он верит в то, что будет урожай. Он верит в то, что если засеять поле, с него потом можно будет собрать урожай. Но это будет не скоро. И он терпит все это время, пока он дожидается урожая. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что предшествие Господне приближается. Господь вернется во славе. Мы не знаем, когда. Он сказал, что не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но мы знаем, что это непременно произойдет. И мы живем исходя из этого. И нам необходимо для этого долго терпение. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Мы бываем склонны иногда друг на друга сетовать, жаловаться, ворчать. И апостол говорит, что не надо этого делать. Не нужно друг на друга сетовать. Наоборот, нужно стараться найти что-то доброе, что мы можем друг о друге сказать. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы убожаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. То есть терпение это способность ожидать обещанного и это способность переносить страдания, способность переносить что-то, что нам не нравится. И для того времени это была проблема, это проблема и сейчас. Я помню, как-то читал книгу «По здоровью». Автор видел одну из проблем современного мира в том, что в современном мире, в развитых странах, у нас в частности, за последние несколько десятилетий изменилась очень сильно структура питания. Если раньше нужно было ждать, в детстве мы ждали, пока мама приготовит обед, то сейчас ничего ждать не надо, а кругом огромное количество всяких точек торговок, где всякая еда продается, ее можно тут же на ходу съесть. И из-за того, что человек привык, что его голод удовлетворяется немедленно, он также ожидает, что все его желания, все его нужды будут удовлетворяться немедленно. У людей очень низкая способность переносить дискомфорт, очень низкая способность переносить фрустрацию. Вот у меня есть какие-то желания, и они не удовлетворены в течение ближайших пяти минут, я чувствую себя ужасно, я очень сердит. И из-за этого человеку, например, трудно продвигаться по карьерной лестнице. Вот он только что отучился, он пошел работать, и он думает, почему у меня нет такой высокой зарплаты? Вот меня это страшно раздражает, я не способен даже работать из-за того, что меня это настолько раздражает. И это проявление неспособности терпеть. Ну, для того, чтобы сделать карьеру, там продвигаться по карьерной лестнице, это очень-очень долго. Это требует очень долгих напряженных усилий. И еще больших усилий, еще большего долготерпения может потребовать самое важное дело в нашей жизни – это вечное спасение. И нам это бывает трудно. Что, да, вот наши желания не удовлетворены прямо сейчас. Мы помолились и не получили от Господа утешения прямо сейчас. Что-то, что мы бы хотели, не происходит прямо сейчас. И вот апостол говорит, что мы нуждаемся в терпении. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какую другую клятву, но да будет у вас да, да, нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Люди бывают склонны к клясться и настаивать горячо на своей точке зрения, что бывает очень нерассудительно, потому что все мы ошибаемся. Это неизбежно. То, чего нельзя избежать в этой жизни – это ошибок. И бывает так, что человек что-то прочитал в интернете, он не может это подтвердить, он там не был, но он уже преисполнен гнева, ярости, у него уже есть абсолютно четко сложившаяся позиция, он негодует, и он клянется, что вот он на правильной стороне, потом выясняется, что все это не так. Там открывается какая-то дополнительная информация, выясняется, что все это была ошибка и неверно. Иногда не открывается, иногда мы видим конфликт каких-то двух точек зрения, и мы не знаем, кто тут говорит неправду. И в этой ситуации мы понимаем, что все наши осуждения, они погрешительны. Мы все делаем ошибки. Поэтому всегда можно без клятвы сказать, вот я думаю так, вот по моим, насколько я себе представляю ситуацию, это так. Но я всегда знаю, что, конечно же, я много раз в жизни ошибался, я могу ошибаться в этот раз, поэтому мне лучше не клясться. «За вас страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Больен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, и простятся ему». Что делать в страдании? Молиться Богу, искать его утешения, искать его поддержки. А если кто весел, что делать? Петь псалмы, то есть хвалить Бога и радоваться. Если кто болен, пусть призовет пресвитеров в церкви и помолиться над ним, позвав его елеем во имя Господне. Вот здесь речь идет о таинстве елеопомазания, которое до сих пор совершается в православной церкви. И интересно, что для совершения этого таинства надо призывать пресвитеров. То есть не любой христианин может это сделать, а именно пресвитеры. То есть мы видим здесь еще одно указание на то, что в церкви с самого начала ее существования существует определенная иерархия. То есть миряне могут делать многие вещи, но не все. Вот есть еще пресвитеры, они особым образом рукоположены, и в этой ситуации именно их надо призывать. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Признаваться друг перед другом в проступках – это акт глубокого смирения, и это акт доверия. То есть я готов признать свое несовершенство, я готов признать свои провалы, и я готов признать это перед другим человеком, что я доверяю ему, что он не станет перевозноситься надо мной, что он не использует это против меня, он не станет проявлять какую-то надменность, он не станет это потом мне припоминать, поэтому я проявляю такое большое доверие. И молитесь друг за друга. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила под свой. Люди иногда смущаются тем, что Бог, наверное, слушает каких-то великих святых, а нас-то он не будет слушать, наверное, но Яков говорит, или я был человек, подобный нам. То есть в том отношении, что он был человек, и мы люди, он молился, и мы можем молиться, и мы должны делать это с верою, что Бог нас слышит. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Как относиться к людям, уклонившимся от истины, к людям, которые забуждаются, к людям, которые грешат? Естественный порыв паршего человека, их надо беспощадно разгромить и уничтожить. Они враги, они на неправильной стороне, нужно их уничтожить, но если физически уничтожить их невозможно, их нужно, по крайней мере, уничижить, по крайней мере, высмеять, как-то продемонстрировать свою неукротимую враждебность. Но апостол говорит, что наша задача другая – обратить его к истине, обратить грешника от ложного пути его. Как можно обратить грешника от его ложного пути? Кротким увещеванием, с любовью, мягко и очень-очень терпеливо. Мы склонны впадать в ярость и гнев, когда мы сталкиваемся с людьми, которые забуждаются и грешат. И апостол говорит, что мы должны действовать совершенно по-другому. Мы должны обратить грешника от ложного его пути. То есть мы должны беседовать с этим человеком, как с человеком, который дорог Богу и которого мы хотим обратить к истине. И апостол говорит, что мы таким образом спасем душу от смерти и покроем множество грехов. Обратить забуждающегося – наша цель. Не посрамить его, не побить его, не уничтожить его, но именно обратить его и спасти душу от смерти. Мы с вами прочитали пятую главу послания святого апостола Иакова и мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».